Партнер программы сеть детских клубов Вчера скажу, что мы с ребятами находимся в стране безопасности Боремся мы не первый день и даже не второй Сегодня у ребят уже третья игра Итак, ребята, пока лидирует у нас Мария У нее всего лишь на одну фишку больше, чем у Арсения 28 у Марии, 27 у Арсения Итак, пора приступать к нашим испытаниям Сегодня, как и в предыдущие дни, у нас с вами тема Правила безопасного поведения вне дома, например, на природе И задача ваша усложняется немножечко У каждого из вас на доске расположены картинки У каждого по шесть Вы будете объяснять Марии Те, которые слева, подойдите каждый к своей доске Машенька, вот это твои картинки, Арсений, те твои За каждый правильный ответ фишка Если ответили полно, получится еще одну фишку дополнительно Итак, кто начнет первым? Арсений, мужчина Пожалуйста, Арсений С какой картинки начнешь? С этой Вот что изображено и в чем опасность для ребят? Рассказывай Опасность для ребят Нельзя выходить на лед, когда он еще не застыл полностью Потому что если он еще не застыл полностью Человек может провалиться Потому что человек тяжелее, чем лед И он провалится в море В аду Арсений, ты в принципе сказал правильно Единственное, что я тебе хочу сказать Что дети, неважно Одним нельзя Детям нельзя на лед Нельзя, да Только если что есть, когда родители разрешат с родителями на коньках, если прокатиться А одним ни в коем случае Правильно, Арсений? Молодец Ты не ходишь на лед зимой один? Нет Правильно делаешь С мамой, а мы один раз с папой Хороший мальчик Две фишки За правильный ответ и за полный ответ Мария, твоя картинка Здесь у нас девочка сидит на подоконнике и читает книгу В чем здесь опасность? Нельзя никогда сидеть на подоконнике Потому что ты можешь упасть с него И никто тебе уже не поможет И ты можешь покалечить с тобой И упасть насмерть Правильно, Мария В принципе нельзя сидеть на подоконнике А здесь, обрати внимание, здесь При всем при этом еще и окно открыто Посмотри, нога свисает наружу Свисает наружу у девочки Ни в коем случае так делать нельзя Арсений, пожалуйста, твою вторую картиночку объясняем В чем здесь опасность на этой картинке для детей? Для детей опасно Нельзя подходить к экскаватору Если там плита Либо какой-нибудь глина Либо что-нибудь Она может на тебя упасть с крюка И тебя задавит А если ты подальше от него То если оно нормально висит То ты нормально все сделаешь Арсений, в принципе ты сказал правильно Что нельзя здесь находиться Но я хочу тебе сказать больше На стройке детям в принципе делать нечего На стройке только находятся люди, которые там работают И то в специальном головном уборе Как он называется, Арсений? В чем строители работают? Какой головной убор? Каска В касках обязательно А детям там делать абсолютно нечего Итак, Арсений Правильно ты говорил Я тебе даю фишечку Но я тебя так основательно дополнила Поэтому вторую я себе оставлю Хорошо? Я думаю, так будет честно Машенька, давай ты свою следующую Тут нельзя лазить на стройке Потому что может подъемный кран На тебя может упасть Тут тоже подъемный кран поднимает Правильно, не только подъемный кран Там может произойти на стройке Все что угодно Там такое движение Там столько всего происходит Детям там делать нечего, Маша Правильно Две фишки твои Арсений, последняя картинка твоя Объясняй Вот на этой картинке Как это думаешь? Что-то опасно здесь соображено Или не опасно? Вот растолкуешь Что ты увидел? Здесь не опасно Потому что взрослым показывают Сдалека И на них одеты каски И если на них что-нибудь упадет Они немножечко ударятся Во-первых, дети в касках Ты правильно сказал Это уже хорошо Но мы говорили до этого Что детям на стройке быть нельзя Но здесь они Может быть они на экскурсию пришли Правильно? Взрослый человек их сопровождает И что-то объясняет, рассказывает Поэтому правильно Я думаю, что все нормально здесь изображено Правильно, Арсений? Две фишечки твои Моей, готовься свою Объяснять ситуацию Пожалуйста, слушаем тебя Ничего такого Нельзя подсовывать в розетку Потому что может произойти пожар И даже если неисправная розетка Лезть в нее нельзя Правильно Правильно Тем более, если она неисправна И вот всякие разные предметы туда вставляют Ни в коем случае, Мария Нельзя Молодец Хорошо Ребятки, молодцы Присаживаемся Две фишки Мария отправляется Ну давайте быстрее считать Чего стоим Пять Пять Шесть Шесть У Марии А у Арсения сколько Интересных У Арсения пять Отлично Итак, ребята Сейчас как раз нам с вами предстоит очередная встреча с тетей Машей Она уже вышла с нами на связь Быстрее разворачиваемся Ребята, привет Я очень рада нашей новой встрече Не так давно мы с вами говорили о правилах безопасного отдыха на природе А сегодня поговорим о том, как надо себя вести вблизи песчаного карьера Дорогие ребята Помните Песчаные карьеры таят в себе огромную опасность Категорически запрещается подходить А тем более играть вблизи подобных мест Основная опасность заключается в том, что песчаный карьер может обрушиться Не оставляя шанса на спасение Всегда помните об этом А на сегодня это все Я желаю вам удачи И конечно победы Ребята, третий конкурсный день завершается И у нас с вами осталось одно испытание на сегодня Я предлагаю поразгадывать загадки Как вы на это смотрите? Да Да Хорошо То есть писать нужно быстро, потому что никто ждать никого не будет Прежде чем приступить, давайте быстренько мы с вами освободим доски от картинок Помогайте снимать Арсений, ты на своей машине, ты мне помогай Быстренько снимаем И здесь вы будете писать от гадки Итак, первая загадка, слушаем, потом пишем Хвост чешуйчатый ползет, смертоносный яд везет и шипит нам строго Укушу, не трогай О ком идет речь? Пишем быстро Кто шипит, кто смертоносный яд везет? Хвост чешуйчатый кто имеет? Какое такое живое существо? Я первый Змея Стоп, 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 Арсений, змея, ты абсолютно прав А ты кого? Рыбку собралась написать Нет, моя хорошая Мария, это неправильная загадка Итак, Арсению, три фишки, быстро, правильно, еще и без ошибок Молодец, Арсений Машенька, будь внимательна Вторая загадка Шапки красные в горошек, у грибочков нехороших Говорят они, уйдите, нас в корзинку не кладите О каких грибах идет речь? Шапки красные в горошек? У грибочков нехороших Арсений, мы не подсматриваем, мы не подсматриваем Думают все своей головой И не шепчем, потому что подсказываем Пишем без ошибок, вы же уже первый класс заканчиваете Писать научились Тихо Я написал С одной ошибкой Машенька, стоп-стоп-стоп, Арсений уже справился Я обещала три фишки, но ввиду того, что у нас там есть ошибочка, Арсений Это слово пишется мухомор Поэтому одну я ставлю себе, а тебе кладу две, договорились? Без обид Итак, следующая загадка, третья Маша, пишем быстро Хорошо Сразу подскажу, здесь отгадка короткая, поэтому можно быстро написать Очень нравится Игнату Вид сластеный полосатый, но жужжит она не тронь Жжется жало, как огонь Не подсматриваем, Арсений у Маши, Маши у Арсений, ни в коем случае, иначе оштрафую Автоматически отдам Маша Что я написала? Молодец, что ты написала? Ну-ка, да я гляну А сама, Маша, молодец Быстро и правильно, три фишки Так, Маша решила догнать Арсений тебя Дай-ка ты уже два раза по три фишки Машенька, молодец И последняя загадка, слушай внимательно Миллионы их в лесу, из прохожих кровь сосут Если хочешь быть здоров, Мась возьми от... Я написал Так, стоп, Арсений справился Итак, Арсений справился быстро, написал А ну-ка, от клещей Нет, Арсений, не-не-не Просто от гладка Комары просто Комары, да, Мась от комаров Здесь рифма очень хорошая Если хочешь быть здоров, Мась возьми от комаров Смотри, как красиво получается Ну что ж, эту загадку никто правильно не гадал Поэтому фишки я оставлю себе Быстренько возвращаемся на место Итак, последнее испытание на сегодня пройдено И пора подсчитать, сколько фишек удалось заработать Быстренько, сейчас будем суммировать И выведем общую сумму за три дня У меня 11 У Арсений 11 Ребята, у вас ровный счет 38-38 Вы можете себе представить Завтра финал, ребята Завтра мы должны определить победителя Так что готовьтесь Завтра будем решать, кто же все-таки победит А на сегодня все Ребята, до встречи в стране безопасности Арсений, пока-пока 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова